Хесус угрожал чеченцами КМХ из-за... Что, блядь? А, Хесусу угрожали чеченцами? Это, подожди, это та самая хуйня, эээ... Та самая... Подожди, 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 что? Просто, я знаю лишь одну ситуацию с Русланом Крэзи Мегахэлом и Хесусом. Это, где, короче, какой-то сумасшедший менеджер у КМХ пошёл, эээ... Ну, типа, объясняю, по-моему, как было. Могу напиздеть немножко, поэтому, если что, поправляйте меня. Это было давно, эээ... Не суть. В общем, у Руслана был ролик, который смотрел Хесус. И Хесус такой, ебать хуйня, рекламируют скам, кидайте репорты. Ну, что-то вроде этого. Эээ... И вроде то ли заблокировали ролик, то ли не заблокировали, а не суть. И, короче, какой-то менеджер по своей инициативе пошёл нахуй угрожать Хесусу. А Хесус, блядь, видимо, из-за своей, не знаю, мягкотелости, не знаю, может, ещё чего-то, эээ... Ну, реально поверил во всё, что он говорит. Какой-то просто рандомный Кент. Он даже с ним встретился, чтобы вы понимали. Он даже думал то, что, ну, он из политики, как человек, который к нему пришёл. И, ну, потом Хесус всем об этом и рассказывал. А это просто, ну, рандомный чел, который пришёл к нему и такой... Ебать! Я нахуй! Из политики тебе пизда! Ну, вот представьте, вы бы ко мне пришли и начали говорить, Магрид Максим тебе пизда, я представитель, там, не знаю, Путина. Я в это бы поверил, и всё. Ну, нормально? Ну, по сути, ситуация вот такая. Так, и я не знаю, ну, в чём мог продолжиться этот конфликт. Знаете почему? Потому что, ну, вроде Хесус знает правду. Ему об этом говорили. Ну, Хесус про это рассказывали. Да, по-моему, сам об этом на стриме говорил, что его тогда, типа, ну, наебали. Это что, этот конфликт? Или что-то ещё другое, я просто не знаю. Смотрим. Руслан СМХ прилетел в США. Он не связывался с тобой. Вроде говорил, что хотел бы встретиться. Гокас. Чё, блядь? Руслан СМХ прилетел в США? Он чё, реально в США, кстати, вот этого не знал? Как? Реально? Подожди, как? Ну, спокойно. Можно спокойно приехать куда угодно. Или он думает то, что, ну, русский не сможет приехать в Америку. Или как это работает? Только через границу Мексики, ребята. Только так. Или в чём проблема? Не, ну чё я могу сказать про этого СМХ? Недавно до меня тут вообще информация такая дошла. Оказывается, Руслан СМХ связан с той историей, когда мне угрожали в 2016 году. Якобы, якобы, что кто-то там сверху угрожает мне, чтобы я там, соответственно, про выборы не говорил. Вот. И мне кое-какие люди сказали, что в этом замешан и он тоже. Подожди, стоп. Ну, мы эту хуйню обсуждали с этим, с Лёшей. Но мы вроде нормально всё рассказали ему. Не, чуваки, я, конечно, иногда плохо выражаю свои мысли, но мы вроде нормально рассказали ему эту историю. Это же мы ему... Ну, подожди, мы и рассказывали ему, на тоху спросить. Ну, вроде мы рассказывали. Ну, мы нормально рассказали. Потому что он тогда тоже, получается, был связан с этими клипами. То ли он хотел это сделать, но потом дал заднюю. Типа, по-моему... А, про то, что Руслан участвовал в создании клипов? Ну, типа, я думаю, это все знали, как бы и вроде Руслан сам об этом говорил. Так, а в чём прикол-то? Если я не ошибаюсь. Я просто, ну, напомню то, что в некоторых песнях, блядь, Руслана на припеве, блядь. Ну, остался в оригинальной версии. Ну, как бы... Эйм, точно не это мы рассказывали. Мы рассказали как раз ему про ситуацию, вот которую... Ну, причём, мы, по-моему, подняли эту тему просто. Потому что, не помню, знает, он не знает, поднимался в этом стриме. Ну, короче, что-то я сам запутался уже. А я тогда всё это начал разгонять и рассказывать. Ну, а он, собственно, немножечко, скажем так, начал кал ронять. Вот. И попросил, соответственно, этого менеджера, ну, припугнуть меня. Вот. Как мне рассказали? Он ничего не просил, там менеджер просто, он такой, он реально пошёл по своей инициативе. Там менеджер супер странный. Мне про него, говорю, даже тот же самый Руслан рассказал столько историй, что пиздец. Ну, чисто по общению, возможно, может быть, парень крутой. Но, честно, вот столько историй про него, я бы с ним даже не связывался. Там какой-то типочек, ну, на самом деле, немножко мутный. На мой взгляд, субъективный, судя по этим историям. Отказали. То есть, он тогда буквально попросил об этом. Типа, его раздражало, что я об этом говорю много. Вот. И всех в этом обвиняю. А ему тогда не хотелось понести репутационных потерь каких-то, да? Вот. Из-за того, что он подписался на эту тему, а потом соскочил. И он не хотел, чтобы я об этом начал говорить. Вот. Боялся, что я тоже начну про него там что-то. Но он сказал, да, можно его припугнуть, короче, и всё. И он заткнётся. Получилось. Это мне сказали... Блядь, может быть, всё-таки мы ему неправильно рассказали? Да нет, мы 100% правильно ему рассказали. Ну, ладно, ладно, хорошо, я плохо иногда формулирую, типа, мысль. И, может быть, неправильно доношу. Но там же Тоха 100% рассказал вместе со мной. Ну, типа, мы были вместе в конфе, когда эта история поднималась. Если, опять же, она вообще поднималась, ну, как будто мы это говорили. Блядь, ну, мы тебе точно нормально рассказал? Зали, опять же, рассказали люди, которые... Очень его хорошо знают и очень близко с ним общаются. Ну, да, значит, рассказывали. Он сад... Ну, там Гуру, там Руслан реально ни при чём. Я же говорил об этом. Соответственно, потом ещё там был один чел, который также... Которому также не... Синтоха такого не рассказывал, он сам на стриме это говорил. Блядь, может, отдай я ему... Блядь. Только не говорите, что я пьяный ему рассказывал. Блядь. Сука, если это из-за того, что я бухой... Блядь, если я был бухой... Не, ну подожди, я... Нет. Нет, я точно нормально всё рассказал. Да нет. Я точно нормально ему рассказал. Не нравилось, что я это всё там разгоняю. Да, блядь, Артур, я не мог напиздеть. Ну, стоп, у меня даже ситуации не было, когда я был... Нет, нет, не было, не было, не было, когда я сделал дискорд дебухой и был хесус там. Не было. Да не было. И, блядь, ты даже так, я рассказал бы нормально, что Руслан точно ни при чём. Сто процентов. Я этот... Ой, как же его. Он ещё рекламу им продавал. И тоже, и тоже, короче говоря, клип записывал на эту тему. Нет, не Юлик. Менеджер их какой-то. Не, я уверен, что я нормально бы рассказал, просто потому что это очень важная часть истории. Мы же на... Блядь! Я сто процентов нормально рассказал, потому что я помню, даже на стриме был момент, когда я рассказывал про эту историю, то что... Помните, типа Дахесуса... Типа докапывали чуваки по теме политики? А это на самом деле, типа... Вот по ситуации с Русланом было. Да, я прям помню, что я даже... Всё, сто процентов я не напиздил. Сто процентов. Типа, я как раз говорил то, что это полная хуйня, потому что Руслан даже его не подсылал. Как же его назвали-то, сука, а? Чел такой, челик такой, челебосик, блядь. На букву П у него фамилия или что-то такое, блядь. Нет, не Путин. Нет, не Эльф. Нет, не Будка, блядь. Не Толик. Нет, не Лиска, блядь. Нет, не Никита, лол. Какой-то хуйня там был ещё тоже связан с этим. Сейчас попробую найти. Нет, я тоже нормально рассказал. Или не на П у него. Комков! Комков! Что, Комков? Вот, соответственно, Комков. Потом этот СМХ, соответственно. Вот они оба, они были недовольны тем, что я там, соответственно, на своих стримах разгонял, видео записал. Вот, и они попросили этого менеджера Юлика, соответственно, напугать меня. Как мне сказали. Ну, вообще, это была просто инициатива этого же чела. Блядь, если это реально, он подумал, что это я говорил. Ну, я, блядь, этого не говорил, нахуй. Я не говорил то, что они подослали его, говорил, что это инициатива его. Блядь, если это реально... Сука, я просто понять не могу. Это либо я, долбоё, плохо выражался, потому что, не знаю, ну, может, какие-то обстоятельства были. Либо Лёха плохо слушал. Либо это вообще какой-то ещё третий чел есть, который ему рассказывал это. Это же не обязательно я. Я просто на себя тут подумал, нахуй, по причине того, как будто мы это обсуждали. Фамилия Напе, ну, я просто... Плюс я не знаю ещё много людей, которые общаются и с Ессом, и с Русланом. Да, я... Попутал, попутал. Кто это вообще? Ой. Сейчас вроде уже никто хуй знает. Но этот Комков в Америке живёт, кстати. Блядь, да я не перепутал 100%. По-моему, он в Америке сейчас. Комков, который в 2016 году выборы рекламировал. И эти выборы среди этих блогеров там как-то продвигал, продавал эту хуйню всю. Потому что Комков этим тоже... Наверное, ты хуёво рассказал, и он хуёво услышал. Вообще, может быть, всё вместе. Но, игру, ну, как будто бы вот этот момент, то, что чувак сделал по своей инициативе, я бы 100% рассказал даже бухим, если бы это рассказывал. Да, игру, я... Ну, самой ситуации... Я припоминаю, что мы как будто общались на эту тему. Но я точно не был пьяным. Блядь, круто. Тоже заведовал напрямую. А вообще, в Америке. И ЦМХ ещё в Америку прилетел. Возможно, к этому Комкову как раз-таки. То есть... Точно? Ну, блядь. Хуй знает. Видите, тоже свои вот эти вот, блядь, моменты. Можно целое расследование записывать. Да, блядь, я на крайняк, на стриме об этом говорил. Какая разница? Типа, даже если бы я бухой неправильно сказал, я на стриме об этом говорил. Хотя бы какой-нибудь... Блядь, нет-нет, я нормально рассказал. Я не мог бы неправильно рассказать, 100%. Как кто-кого пытался напугать в те времена, когда выборы были 2017 года. Ну, вот. Не, я бы с этим ЦМХ пересёкся и лично бы у него спросил про это. Так, а чё там спрашивать, блядь? Он нихуя, сука, не инициировал это говно. Это сам менеджер решил сделать. В чём вообще конфликт? Ну, в чём прикол? Что за хуйня? Причём самое забавное, что получается Хесу в своё время такой. Кидайте репорты на такую рекламу. Я так понимаю, там был БК, либо... Ну, 1ХБ там, по-моему, в то время был. Там постоянно были рекламы вот этих букмекерских контор. И Хесус такой. Бля, кидайте в бан. Через некоторое время. Ребята, ну, казик, давайте бы на кике. Ёбаный в рот. Ну, мне квартира нужна в Америке. Ну, то есть... Как бы ситуация такая, что как будто даже лучше её не поднимать. Понимаете, в чём прикол? Согласны? ТГ Руслана. Блядь, по этой хуйне? Ща вам чекну. Хесус, ты реально долбоёб. Пожилой или прикидываешь? Лично звонил Путину, чтобы тебе из страны кинули. Для самых остальных расскажу, как было. У меня вышел видос про клип Френдзона, где была реклама ставок. Он смотрел это на стриме и чё-то спизданул, мол, жалуетесь на видосы с такой рекламой. Мы снесли видос с репортами, который за... А, мне снесли видос с репортами, который за двое суток набрал лям. Рекламодателю это, само собой, не понравилось. И Манлагер лично поехал к нему поговорить так. Это, блядь, крысиный мух. Какие нахуй выборы? Какие запутники? Тебе приехал обычный чел по своей личной инициативе говорить... Так, ну, ну, блядь, так всё я правильно помню. Так я всё правильно помню, у меня память хорошая, видите? Нам рекламу и каналы могли снести никаких запугиваний, там не было, и это была инициатива лично Манлагера. Ага, осуждаю, жаловался на рекламу ставок, и сейчас латы крутишь. Могу помочь оформить вам... Короче, всё понятно. Всё понятно, 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 понятно. Да не, не, сто процентов я всё правильно... Ну, типа Руслан передал примерно то же самое, ну, как... Ну, я... На самом деле я передал примерно то же самое, что говорит он. То есть я помню хорошо, значит, всю эту хуйню. Значит, я даже пьяным бы неправильно бы не рассказал.